Построить правильный n-угольник, да, это все равно, что отметить число εn на координатной, на комплексной плоскости, да, то есть вот этот первообразный корень степени n из единицы. Вот. Значит, теперь нам надо найти минимальный многочлен этого числа, то есть нас интересует, просто ε, да, я обозначу, нас интересует размерность вот этого пространства над Q. То, что обозначается вот так, размерность над Q. Вот оказывается, все, что можно построить с помощью циркуля и линейки, да, это ровно то, что можно выразить в квадратных радикалах. И вот это как раз аккуратно доказал Ван Сейн. Вот. Значит, и, соответственно, эта размерность должна быть степенью двойки. Это должно быть 2, но в какой-то степени. Вот. Вот это, на самом деле, ключевой момент. Герман, ключевой момент. Вот. Вот в это, ну, то есть, грубо говоря, я кратко совсем поясню, почему это так, да, но то, что можно выразить в квадратных радикалах, понятно, можно построить с помощью циркуля и линейки. Почему верно обратно? Почему верно обратно? Ну, тут есть многие тонкости, да, но главная идея, конечно, в том, что с помощью циркуля и линейки мы можем строить там окружности прямые и искать точки их пересечения. Прямые окружности — это кривые, которые создаются уравнениями в первой и второй степени, соответственно, их точки пересечения находятся как решение квадратных уравнений. Ну, грубо говоря, вот в этом это вершина айфика. Вот. Ну, конечно, до полного доказательства там нужно еще преодолеть ряд, так сказать, трудностей, проанализировать аккуратно, что можно, в принципе, делать с помощью циркуля и линейки, там есть всякие операции типа произвольного выбора, в общем, тут есть некоторые нюансы. Но, короче говоря, вот можно аккуратно доказать, что размерность вот такого расширения квад-эпсилон, да, должна быть степенью двойки. Это необходимые достаточные условия того, что число эпсилон, а с ним неправильный n-больник, можно построить с помощью циркуля и линейки. Теперь чисто алгебраическая задача — выразить вот это число через n маленькое. Вот на самом деле это есть не что иное, как степень кругового многошлена. Степень кругового многошлена, вот, а круговой многошлен — это многошлен, корнем которого является как раз-таки число эпсилон, число эпсилон, да. Вот, это минимальный многошлен числа эпсилон. И вместе с ним еще корнями этого многошлена являются все первообразные корни степени n из единицы, вот это важно. Для простого p, да, это будут все корни из единицы, кроме единицы. А вообще говоря, конечно же, да, для составных это, конечно, далеко не все они. То есть, например, для шестиугольника, да, для шестиугольника надо взять только вот эти два, да. То есть вот φ6, например, от х — это х квадрат минус х плюс один, да. φ4 от х, если вы берете просто квадрат, то вы берете, значит, и и минус и. Соответственно, здесь φ4 от х — это х квадрат плюс один. То есть вот можно доказать, что этот многошильник неприводимый, что он вообще имеет целые пэффициенты, это как раз несложно, но чуть сложнее то, что он неприводим для любого натурального n, надпу. Вот. И, соответственно, его степень равна числу, вот число первообразных корней степени n, это число просто обратимых вычетов по модулю n. То есть на самом деле это знаменитая функция рейлера, φиотем. Вот. Значит, вы сводите таким образом задачу к чисто арифметической. Вам надо понять, при каких натуральных n φ от n является степенью двойки. Вот, собственно говоря, и все. Вот. А эта задача уже решается, потому что φ от n легко выразить, зная разложение n на простые множенки. Если n — это p1 в степени k1 и так далее, ps в степени ks — канонические разложения на простые, то φ от n — функция φ мультипликативная, то есть φ от взаимопростых — это произведение значений, и сколько взаимопростых со степенью простого, это тоже не вызывает трудностей, да? Значит, это будет для каждого простого это будет вот такая величина, да? Вот. Ну и, соответственно, это будет вот такое произведение этих величин. Вот. И нам нужно, чтобы это все было степенью двойки. И вот сейчас я покажу просто, откуда взялись вообще простые числа ферма вот в этой теории. Значит, смотрите, чтобы это были, чтобы это было степенью двойки, давайте я, во-первых, здесь еще допишу степень двойки, да, какую-то. 2 в степени k0, а все поелиты будут нечетными, простыми. Тогда здесь еще добавится степень двойки, да, там, 2 в степени k0 минус 1. Вот. Значит, ну, с двойкой у нас проблем нет, бисектрисы мы строить умеем. Значит, нам надо, чтобы вот это все было степенью двойки, да? Ну, ясно, раз по ипре нечетные числа, то чтобы это было степенью двойки, необходимо, чтобы вот это все равнялось до единицы, согласны? То есть вот эти все показатели должны равняться нулю, правильно? Иначе здесь у вас возникнет нечетный делитель, это плохо. Вот. Значит, все k1, ks, вот эти показатели, должны равняться единице. То есть это должно быть степенью двойки и произведением различных простых чисел. Вот это важно. Вот. А теперь осталось понять, что это за простые числа. Ну, для этого просто возьмем какое-то одно простое нечетное число, вот, p1 минус 1, да? Вот, p1, да, вот эта вот разность минус 1 должно быть простым числом, которое должно быть простым степенью двойки. Значит, нам надо понять теперь ответ вот на какой вопрос. В каком случае p минус 1, где p простое число, является степенью двойки? Вот. Ну, это то же самое, что сказать, что степень двойки плюс 1 будет простым числом. Но вот здесь простое соображение состоит в том, что для этого, чтобы это было простым числом, необходимо, чтобы t показатель тоже был степенью двойки, да? Почему? Ну, потому что если, что такое число, которое не является степенью двойки? Ну, это в точности число, которое имеет нечетный делитель, больше единицы, правда? Значит, если бы t имела нечетный делитель, больше единицы, да, вот такой 2, там, f, s уже было, 2m плюс 1, да? То понятно, что это число на что-то делилось, правда? Если t делится на 2 в степени m плюс 1, то вы получаете здесь геометрическую прогрессию, да, сумму, там, разность этих нечетных степеней, вот, значит, это будет делиться на 2 в степени, соответственно, 2, значит, t можно представить, как 2, как что-то в степени 2m плюс 1, да? Здесь будет 2m плюс 1, и это делится, соответственно, 2 в степени плюс 1, правда? Вот, а это противоречие, это противоречие, вот, с простотой p. Таким образом, t должно быть степенью двойки, и вот так мы с вами приходим к простым числам фирма. То есть, p обязана иметь вид 2 в степени 2 в степени k плюс 1. А это то, что я вот уже вначале упомянул, да? Вот такое число, только оно может быть. Вот это число фирма, но, как вы знаете, они не при всех k простые. Вот Эйлер показал, что для пятерки это число делится на 641. Вот, и, значит, повторюсь, мы не знаем, конечно, или бесконечно множество простых чисел фирма. Мы вообще не знаем, есть ли еще, значит, значит, вот, конечно, или бесконечно мы точно не знаем. Так что вот эта теорема Гаусса-Ванцера, она вот, так как, как бы, вот по модулю, можно сказать, в ее формировке присутствуют эти числа. Так что полностью множество чисел, для которых мы можем построить правильный n-угольник, множество таких чисел n, мы точно не знаем. Вот только по модулю чисел фирма. Вот, ну вот это вот финальное, так сказать, замечание, просто вот план доказательства, почему только при таких n можно построить правильный нугольник. Ну, как, по сути, вот, вкратце то, что сделал Ванцель. Как видите, это совсем не тривиально, то есть тут, ну, нужно знать, там, какие-то базовые вещи о расширениях полей, да, размерности, там, значит. Ну, главное, надо знать, там, круговые многочлены, конечно же. Это как раз все было тогда известно, но вот, то есть, вот, именно теорема о том, что число можно построить только если оно является, только если у него, там, число его сопряженных есть степень двойки, вот это как раз Ванцель доказал, ну, а вместе с ним, с этим, соответственно, доказал неразрешимость двух классических задач на построение, да, удвоение куба и три секции угла, потому что эти задачи сводятся, в общем, к построению автубрических чисел, но не квадратичных рациональностей. Вот, ну все, вот на этом лекция закончена. Спасибо за внимание.